После уроков на танцы накануне нового учебного года в Люберецком дворце культуры организовали день открытых дверей. На показательных мастер-классах побывали мои коллеги. Русские народные танцы для участников ансамбля «Россия» – это большая часть жизни. Мечта Екатерины Кутешовой стать хореографом, поэтому и пришла в коллектив. А для Ивана Варсановича народные танцы – хобби, которым увлекаются далеко не все юноши. Мы здесь работаем уже 11 лет, почти 12. Это стало частью нашей жизни. Лично я не представляю свою жизнь без ансамбля. Я тоже. Я буду жалеть, когда уйду отсюда. Попасть в ансамбль – дело нехитрое. А вот остаться сложно. Педагоги обучают с нуля и справедливо требуют от детей самоотдачи. Чтобы танцевать в коллективе на протяжении долгих лет, нужна сильная мотивация. Самое главное – иметь обычные базовые навыки, которые есть у каждого ребенка. Музыкальный слух должен быть у ребенка. Он у многих есть. Растяжку не особо требуют. То есть в основном должно быть желание у человека. И тогда у тебя все получится. После показательных выступлений детям и родителям провели экскурсию по Дворцу культуры. Юные люберчане побывали не только на сцене, но и за кулисами. Сюда мы не пускаем вообще никого. Только вас сегодня. Очень часто я, когда провожу экскурсию, я прошу родителей похлопать из зала. И когда ребенок ощущает, как ему хлопает мама, я говорю, ты представляешь, и вот так вот будет всегда. Все, я хочу петь, я хочу танцевать. Все, и мы сразу записываем в кружки. Более 80 кружков Дворца культуры как для детей, так и для взрослых. А с 2021 года заработают еще несколько новых студий. Первая – это «Жизель» балетная студия. В этом году новая открывается театральная студия, студия сценического слова «Наше поколение». У нас открывается студия «Волшебный сундучок» по декоративно-прикладному творчеству. Студия «Принт», где вы сможете научиться разрисовывать одежду, те же самые джинсовки, футболки. На дне открытых дверей дети также могли попробовать себя в декоративно-прикладном искусстве. Педагоги организовали мастер-классы.